Каждый человек должен получить свое. Если вы наказали человека, будьте достойны этого наказания. Потому что каждый человек, который совершает злодеяние, должен быть наказан. Но сердце ваше должно быть и теплое по отношению к этому человеку. Наказали, наказали. Не сдитесь на него, просите его. Но свои наказания отменять не надо. Если это наказание излишне сильное, оно не будет осуществлено. Если, допустим, человек вам дал подчерчину, он говорит, чтоб ты умер. Это не сбудется 100%. Это невозможно. Потому что наказание всегда сбывается настолько, насколько человек совершил злодеяние. Но если вы дали полное наказание, допустим, чуть не убил вашего ребенка, и вы его наказали по полной программе своим проклятием, не беспокойтесь на этот счет. Вы просто наказали человеку и все. Надо уметь наказывать, не только прощать. Наказание – это важная часть воспитания человека. Некоторые люди не могут измениться в жизни, если они не будут наказаны. Поэтому наказание должно присутствовать в нашей жизни. Не надо бояться этого. Но никогда не нужно злиться ни на кого. Наказание – хорошо, злобы не должно быть. Злоба – это преступление. Потому что человек имеет право ошибаться, но злиться на него нет смысла. Ошибается каждый в жизни. Если человек злится на кого-то, он получит такую же судьбу. Допустим, ваш друг бросил жену, и вы вдруг жили с семьей. Вы приходите и говорите ему, пожалуйста, вернись. Он не возвращается. И вы начинаете злиться на него и ненавидите его за это. Это значит, что вы, если вероятность, что вы тоже бросите свою жизнь. Это закон. То есть человек, если себя ставит выше кого-то, то судьба его испытывает тем же самым. Поэтому злоба – это не лучший способ строиться в жизни. Как следует себя вести отцу и старшему брату, чтобы помочь младшему сыну, которому 16 лет, стать мужчиной и правильно воспитывать его. Для того, чтобы близким мужчинам помочь мужчине стать мужчиной, для этого надо сначала обречать принять как мужчину. Принять как мужчину означает не унижать. Если, допустим, мужчина слаб, он не может, допустим, быть сильным, пока он слаб, то надо просто его вовлекать в мужские дела. Ну, допустим, вы пошли в волейбол поиграть. Ну, вовлеките его, как он может. Поиграйте. Если не хочешь волейбол, то еще как-нибудь во что-то вовлеките. Вовлекайте его в то, что он может и хочет. И постепенно развивайте в нем желание быть мужчиной. Но если вы его унижаете, поставим тыкать ему пальцем, надсмеиваетесь над ним, то вы сделаете из него женщину. Мужчину надо вдохновлять, а не колоть. Кол кости не помогает мужчине стать мужчиной. Это разрушает его просто все. Может ли дочь вдохновить отца? Не может. Я не мечтаю так же, просто говорю, не может. Чтобы его приказ жизни опять стала полноводной. Или вдохновить маму, чтобы она, в свою очередь, стала вдохновителем для отца. И как это правильно сделать? Никак. Дочка должна понять, что это ее наказание иметь таких родителей. Человек не может наказание вдохновить, чтобы оно не наказывало его. Допустим, у меня есть наказание. Я вдохновляю. Пожалуйста, не наказывай меня. Безмыслится. Наказание предназначено для того, чтобы наказывать. Родители созданы судьбой для того, чтобы наказывать своих детей. Но как сделать так, чтобы наказание ослабло? Для этого надо молиться за своих родителей, уважать их и прощать. Если девушка прощает своих родителей, уважаемых, несмотря на то, что они совершают и молятся за ним, то в результате они меняются. И может так случиться, что они вот в отношении друг с другом и в отношении со своей жизнью, может, не поменяются. Но в отношении дочери они сильно поменяются. И дочери все равно станет легче. Но так иначе надо понять, что есть вещи, которые мы не можем изменить. Ученик не может изменить ученика, учителя. Ученик не может изменить учителя. Яйца не мучат курицу. Ребенок не может изменить судьбу родителей. А если уже девочку папа наказывал и бил, то будучи взрослой, как помочь себе доверять мужчинам? Неправильное понимание. Если папа уже наказывал и бил, это значит, что вы были таким же жестоким мужчиной в прошлой жизни. И за это пострадали. Если такое произошло, прежде всего не надо обменять папу. Он просто выполнил волю судьбы. Надо его простить. И это будет первым шагом к тому, чтобы начать уважать мужчин. А дальше будут старые, хренькие шаги и так далее. Теперь человек, который побеждает себя, всегда первое, что он должен в жизни сделать, он должен перешагнуть через несправедливость. Со справедливостью себя побеждать не надо. Она и так дает возможность поступать правильно. Но для того, чтобы победить себя, надо всегда перешагивать только через несправедливость. Если к тебе уже справедливо относятся, то зачем тебя побеждать, ты и так уже нормально живешь. А если ты хочешь победить себя, то через несправедливость надо перешагивать. Если над тобой начальство издевается на работе, значит ты должен простить этому начальству, это будет первый шаг к победе. Если жена ведет себя плохо к тебе, значит ты должен простить эту жену, это первый шаг к победе. А если ты думаешь, что кто-то виноват в твоей жизни, и как сделать так, чтобы он перестал быть виноватым, это бред. Надо работать над собой, а не над другими людьми, иначе никакого смысла нет. Ничего не повне измениться. Когда мужчина хочет, чтобы женщина была реализована в социуме, ему это важно, что это. При этом мужчина обеспечивает семью, и у них есть цель в жизни. Понимаете, это означает, что женщина себя не уважает в этой семье. Если мужчина навязывается с тем, чтобы она больше работала, чтобы обеспечивала семью, значит женщина себя не уважает как женщину. И она не проявляется как женщина в должности. За что женщине можно себя уважать? Когда она себя как женщина ведет, тогда она себя как женщину и уважает. Если она ведет себя с любовью к мужу, а он при этом нагреет, есть возможность внутренне отстраняться от него и воспитывать, потому что она сделала что-то нечто ценное для него, и что она может потом использовать для воспитания своего мужа. Но если она ничего ценного для него не сделала, она его не любила, она к нему правильно не относилась, она его не уважала как мужчину, ниже себя не ставила, то как если его воспитывать? Невозможно, значит он будет над ней издеваться. Поэтому первое, что женщина должна сделать, она должна выполнять свои женские обязанности. А потом уже воспитывать мужа. Это второе. Понимаете? Если вы женские обязанности не выполняете, то мужа воспитывать не сможете. Это невозможно. Потому что он будет невоспитуем. Человек может отдавать долг, если он есть у него. Но если у него нет долга, он отдавать его не будет. И зачем он это делает? Как вести себя мамой? Воспитывала сына одна. Ему сейчас 17 лет. В прошлом году сама, сам поступил в университет. Хорошо. На престижный факультет. Хорошо. Но однако целыми днями сейчас за компьютером. Нормально. Лежит на диване. Бывает. Люди его уважают. Взрослые, родственники. Но он инфантилен. Все парни инфантилен. И кроме компьютера ничем не интересуются. Как вывести его из этого состояния инфантильности? Хороший вопрос. Нужно ли к сыну такого возраста относиться, как к мужчине? Женщина. То есть, очень ласково просить что-то сделать. Остраняться от внутренней, но внешне вести себя уважительно. В случае, если он ведет себя неуважительно. Ничего вы не поняли. Воспитание сына. Сейчас я вам все объясню. Капкан. Ситуация, в которой мать остается с сыном одна, заключается в том, что эта мать очень сильно привязана к своему сыну. Она привязана к тому, чтобы он был человеком. Чтобы он был в обществе как надо себя ведет. Это все проявление привязанности. И ласково к ним относиться. И отстраняться от него. Это все проявление привязанности на критике. И все, что она будет делать для него, все это приведет только к одному. Он нагреть будет все больше и больше. Потому что единственное, что такая женщина должна сделать, она должна понять, что петлей для ее сына является ее собственная любовь. Вернее, не любовь, а привязанность. Потому что если женщина по-настоящему любит своего сына, она пинком под зад отправляет из дома и говорит, ты здесь жить больше не будешь. Вот когда станешь человеком, приходи к своей матери. А пока не станешь человеком, будешь моляться здесь. Ты мне как сын не нужен. Только честная мать может так поступить, которая непривязана и не трясется вокруг своего сына. А вдруг с ним плохо будет? А вдруг с ним что-то будет? Мужчина воспитывается только, когда с ним становится плохо. Он не может воспитываться, когда с ним хорошо. Хоть прыгай вокруг него, хоть не прыгай. Хоть проси его, хоть не проси. Пока ты даешь ему возможность жить вот таким образом, он всегда будет оставаться таким. И будет наглеть все больше и больше и больше. И потом жизнь сама тебя заставит ткнуть его под зад. Женщина должна понять, что с мужчинами надо быть очень строгой. Если женщина не может быть строгой, и она трясется над своим сыном, никак она его не воспитает. Это невозможно. Хоть ласково, хоть строго, хоть что делает, все равно он не дурак понимает, что мать ничего плохого в ней не сделает. Поэтому я дальше буду наглеть. Есть такие мужчины, которые даже не могут жениться из-за этого, что мальчик сильно привязан к нему. Он просто не живет, он существует. Он не работать не может, не жениться не может, ничего не может. Как мать может такому сыну помочь? Только одним способом. Надо просто дать ему пинка под зад и сказать, иди живи, дорогой мой сынок. Я тебе желаю счастья. И он пойдет, пойдет жить, потом спасибо скажет. Потому что с любовью надо пинка под задавать. А как насчет, что женщина не может наказывать? Она его не наказывает. Она его не наказывает. Она просто его лишает возможности пользоваться тем, чего он не заслуживает. Он сам должен зарабатывать на мать, а не она должна работать на него. Она должна его отправить из этого дома и не дать ему возможность этим пользоваться. Это не означает насилие. Это означает проявление справедливости по отношению к нему. И в этом случае он все поймет сразу. Как только на улице окажется, сразу против злее. И станет нормальным парнем. В этом случае. А вот насилие над мальчиком заключается в том, что она своей любовью ненужной, а означает грязностью, продолжает его свою гибель опеку. «Ой, ты почему-то не работаешь, и почему-то все еще, и все, и ничего. Просто злее будет от этого, и все». Она рушит его жизнь, это гибель опеку. Надо просто взять его, вытарить из дома, и все. Почему, когда человек начинает заниматься духовной практикой, родственники, близкие люди препятствуют этому? А что вы думаете? Чтоб вы пошли в счастливую жизнь, и чтоб все гладко было в этом направлении? Я прям все, сейчас занимаюсь духовной практикой, все будут прыгать передо мной. Говорят, это как молодец, занимайся духовной практикой. Все будут испытывать тебя, достоин ты этого элемента. Если ты будешь диться на взрослых, они кафоники не дадут заниматься духовной практикой. А если будешь спокойно к ним относиться, уважительно, не сильно не доставать своей духовной практикой, значит, да, они будут спокойно относиться к этому. Некоторые люди гордятся собой, они думают, вот я бы такой крутой, я духовной практикой занимаюсь. Знаете, крутизна человека заключается не в том, что он чем-то занялся, а в том, благословляют его близкие люди на это или нет. Если человек чем-то занялся, и близкие люди, он правильным поведением добился того, чтобы близкие люди от чистого сердца сказали, ну, рано, сынок, занимайся, ты хороший у нас мальчик. Вот это значит, человек крутой. А если он выпендривается, типа, перед близкими людьми, партия, верим, раскладываем, говорит, да я крутой, но в этом вообще нет, да, я духовной практикой занимаюсь. Мама с сыном теплое и доверительное отношение. Она принимает тот способ служения Богу, которым следует сын. Мама настаивает на семейной жизни, а сын видит себя монахом. Как решить конфликт? А какой конфликт-то? Сын идет в монастырь, мама женится. В какой-то я не вижу конфликта. Мама с сыном теплое и доверительное отношение. Отлично. Она принимает тот способ служения Богу, которым следует сын. Отлично. Мама настаивает на семейной жизни сына, что ли? Надо сказать маме, мама, я обязательно женюсь и пойти в монастырь. Для того, чтобы не жениться, надо мне стать мужчиной сначала. Потому что, вы понимаете, дело в том, что веды описывают, что если мама настаивает на семейной жизни, у сына никаких шансов нет оставаться монахом. Никаких шансов. Для того, чтобы ему стать монахом, монахом мать от всего сердца должна сказать ему, сынок, я благословляю тебя. А для того, чтобы она так сказала, он еще этого должен заслужить. Поэтому нам просто идти в монастырь и сказать маме, я стану мужчиной, потом буду монахом. Потом буду жениться. И это правда. И это правда. Потому что, когда мужчина живет в монастыре какое-то время, вызревает как личность, становится сильной личностью, немедленно, как только это происходит, все девушки начинают на него смотреть. Они улыбаются и от улыбок девушек вся улица свела. И он чувствует, что он такой великий, святой на самом деле, что на него девушки все смотрят. Такой возвышенный. Он начинает надеваться, как более так строго, как святой. Уже осанка его становится более такой сильной. И он так смотрит, дает наставление девушкам всем, как святой, дает представление. Таким образом, постепенно он развивается к тому, чтобы жениться. Потому что, чем больше он становится крутым и святым, чем больше он поднимает голову вверх и дает наставление, тем больше девушки хлопают на него глазами. И смотрит, какой он береги человек на самом деле. И среди них найдется одна, которая скрутит ему мозги бараниров. Потому что она будет зеленее его. И мама будет счастлива. Ну все нормально. Это обычное развитие мужчины. Сначала, чтобы хорошо жениться, сначала мужчина должен отречься. Он должен сначала работать над собой какое-то время, а потом он становится когда хорошим мужчиной, все девушки на него смотрят, и он женится. Но когда мужчина ставит целью жениться, он не может работать над собой. Поэтому мужчина, естественно, ставит себе целью в жизни отречься всего. И это правильно для мужчины. Он отрекается, потом разрывается, потом женится. Все нормально. Потому что против лома нет приема. Если он еще не зрелый, как личность, ему придется жениться. У женщины больше сил, чем у мужчины. Она заставит его на себя смотреть. И на колени вставать. Если ребенок, мальчик, сильно привязан с рождением, привязан к папе. Это благословение. Ребенок в данный момент 7 месяцев. Это благословение. Это очень хороший признак. Если ребенок не к маме, привязан к мальчику, а к папе. Это супер. Отлично. Значит, он будет развиваться как мужчина. Хорошо. Если маленький мальчик. А, уже было. Два раза написали на всякий случай. Молодцы. Вы сказали, что математика это не женская наука. Я не против того, чтобы женщины занимались математикой. Я объясняю, как это правильно делать на этой лекции. Я один раз на лекции сказал, что напиток в Айрведе. Напиток должен быть подслащенным и со сладкими специями. И мне в конце лекции задали вопрос. А почему вы считаете, что напиток должен быть одновременно острым и сладким? Вот таким образом вы воспринимаете мои лекции. Понимаете? Я говорю, одно у вас в голове, другое возникает совсем. Например, мужчины внимательно слушают лекцию, записывают, что должна делать жена. Потом приходят с лекцией и говорят, ты поняла, что на лекции еще говорилось. Женщины то же самое, они слушают внимательно, записывают, что должен делать муж. Приходят и говорят, а на лекции вот это говорили про тебя. Но я на лекции говорил про вас, а не про вас актрисских. Понимаете? Я про вас на лекции говорил. Попытайтесь это понять. Да, я сказал, что математика. Это не женская наука. И работая бухгалтером... Бухгалтер – это женская специальность. Чисто женская специальность. И работая бухгалтером, женщина не может быть счастлива. Нет, я говорил, что если женщина бухгалтере посвящает всю свою жизнь и считает, что это главное для нее, она не может быть счастлива. Это факт. А если женщина работает бухгалтером, секретарем, если она работает менеджером, допустим, каким-то, если она, ну, то есть, женский менеджер, это означает на звонки принимаем, там, организовывать что-то, общаться, общение, женская природа. То женщина будет счастлива на этой работе, если она не считает это главной целью в своей жизни. А если женщина девушке нравится и очень легко делает, дается математика замечательно. И работая бухгалтером, доставляет удовольствие замечательно. Значит ли это, что у такой женщины большие, больше разного мужского начала нет? Не значит. Над этим надо работать. Не надо над этим работать. Надо ли развивать женское? Надо развивать женское. И почему тогда с технику бухгалтеров мало мужчин? Потому что это не мужское дело быть бухгалтером. Деньги – это женская энергия. Деньги – это энергия женская, не мужская. Поэтому мужчина, который приносит зарплату домой, он думает, что он сможет ее сохранить себе. Чужое себе не сохранишь. Понимаете? Поэтому все равно зарплата переключает в жизни. Как это произойдет, это тоже другой вопрос. Поэтому женщины очень любят быть в таблине. Потому что это их энергии, они очень хорошо себя чувствуют в земляне. Кто-то зарабатывает, они считают. Мне нравится доставлять удовольствия. Понятно, что это доставляет удовольствия. А еще меньше среди мужчин бухгалтеров действительно хороших специалистов. Понятно. Потому что женщина по природе очень аккуратна и внимательна. А вот это главное качество бухгалтера – аккуратность и внимательность. Мужчины – они рассеянные, тяжело считать деньги. А грамотные бухгалтеры мужчины, как правило, нетрадиционной ориентации. Часто нечистый народ. Спасибо, хороший вопрос. Но не ко мне. Я с вами полностью согласен во всем. Что сказать? Как мужчина понимает, что женщина не уважает себя? Как понимает мужчина, что женщина не уважает себя? Вот так. Это понять легко. Это прямо нарисовано на лице. С чем это понимать? Если человек не уважает себя, это все понимают. Не только мужчина, все вокруг. Если человек уважает себя, тоже все понимают. Не надо напрягаться в этом плане. Если вы хотите понять, посмотрите на мужчину, и вы увидите, какой мужчина не уважает себя. Вы это увидите на его лице, так же, как вы увидите на лице женщины, что она не уважает себя. Как это понять? Это очень просто, надо посмотреть на человека и все. Когда мужчина говорит, что его напрягает, что жена внутренне зависима от его, конечно, напрягает. Его мужчину это напрягает. И его напрягает и раздражает. Что делать жене? Продолжать быть женой. Женщина предназначена для того, чтобы напрягать мужчину и делать из него мужчину. Она не расслаблять его должна. Если женщина думает, что она должна только расслаблять мужчину, это значит, что она не понимает. Она должна и напрягать мужчину, и расслаблять. Если мужчина ведет себя хорошо, она его расслабляет. Если он ведет себя плохо, она его напрягает. Такой долг женщины. Значит, всегда себя ведете плохо. Если женщина постоянно надвигает, значит, вы всегда себя ведете плохо. Потому что если вы будете себя ведете хорошо, она расслабится сама и вас расслабит. Знаете, одна из причин, главных причин, почему женщины всегда напряжены, потому что мужчина не знает, как женщину уважать. Как женщину уважать? Свою жену надо считать госпожой своего сердца. Надо считать ее самой привлекательной и самой достойной женщиной на земле. Вслед за матерью. Потому что мать надо еще выше ставить, чем даже жену. Надо относиться к своей жене независимо от того, имеет ли она качество или нет. Именно так надо относиться к ней по-любому, как бы она себя ни вела. И она станет настоящей женой сто процентов. Ей даже легче это сделать, чем мужчине стать настоящей мужчиной. Если мужчина способен относиться так к своей жене, она сто процентов станет настоящей жене. В этом нет никакого сомнения. Но мужчине так относиться к своей жене очень и очень тяжело. И поэтому мужчина страдает, потому что женщина будет капризничать все время, если ее не уважают. Если девушке нравится спать на твердом полу и вливаться холодной водой, это нормально? Нормально. Нормально. Но если ей еще нравится совершать аскезы, поститься целыми днями, если ей нравится в бокс ходить, если ей нравится упахиваться, если ей нравится быть танкистом. Когда все это вместе совпадает, то это уже ненормально. Если ей нравится сладкое, допустим, если ей нравится улыбаться всем, заботиться обо всех. Если ей нравится готовить, если ей нравится убирать, чтобы порядок в доме был. Если ей нравится благословлять всех. Если ей нравятся дети. И при этом она любит спать на твердом и обливаться под холодным душем. Нет проблем. Это нормально. Понятно, да? Если мать проклинает дочь за то, что она не исполняет своего долга и обязанности перед детьми. Своими родителями. Ну, хорошо. Она имеет право на это, мать проклинает свою дочь за то, что та не исполняет своего долга перед детьми. Это очень даже нормально. А что в материи остается делать? Говорит дочери, молодец, не исполняя свой долг перед детьми, она должна сражаться за судьбу своей дочери. И проклятие это элемент защиты. Потому что когда человека проклинает, и он за это потом отвечает, он очухивается и начинает жить правильно. Очень хороший способ помочь своей дочери. Иногда надо по шее дать словами. Как вести себя на работе, если в присутствии осуждают, ругают и так далее. Если в присутствии осуждают, ругают тебя или кого-то другого. В этот момент прощать, соглашаться или протестовать, противоречить. Если в твоем присутствии осуждают и ругают начальника, но без его присутствия, надо не участвовать в этом. Надо отстраниться от этого и сказать, я не хочу в этом участвовать. Потому что ругать начальника означает разрушать весь коллектив. Даже если начальник не прав, ты можешь смиренно ему об этом сказать самому. Это единственное, что ты можешь в этом случае сделать. А если ты начинаешь его обсуждать со всеми, друшишь все предприятие. И пострадает не только начальник, но все остальные от такого твоего поведения. Поэтому ругать начальника это очень неблагоприятная вещь. Она всегда разрушает коллектив. Если ругают тебя, значит надо понять, за что это делают. Если ругают за что-то, надо раскаяться. А если просто тебя диспортировать пытаются, отстранись от этого человека. И защищай свое собственное достоинство тем, что не участвует в этом процессе. Игнорируй этого человека, поменьше с ним общайся. Если старший тебя ругает, надо всегда принять и измениться. Если равный ругает, надо отстраняться. А если младший ругает тебя, значит надо тогда ему нежным голосом объяснить, в чем заключается его истинный долг. Если он не хочет этого понимать, значит надо его наказать. Вот и все. Если взрослый самостоятельный сын пытается перевоспитать или учить жизни свою мать, как ей вести себя в такой ситуации? Очень строго, твердо и непреклонно. Если сын пытается учить свою мать, значит ты уже стала такой матерью, которая слишком сильно привязана к своему сыну. Значит надо отстраниться от него и сражаться за своего сына таким образом. Единственный способ такого мальчика научить, это супруга и отстраненность себя вести. Другого способа нет. Если мальчик наглеет, начинает воспитывать мать, значит надо его поставить на место тем, что отстранится от него. И не общаться с ним совсем. А если по отношению к отцу так ведет себя парень? Значит мать тем более должна от него отстраниться, чтобы защитить своего мужа. Матери нет? Значит отец должен его наказывать воспитывать. Такие проблемы. Как поступать, если родители настраивают своих детей друг против друга? Отец на маму, мать на отца. А, то есть все вместе настраивают друг против друга. Это значит, что у вас не семья, а пса, не все прилазят из своих норы, гавкают друг на друга. Это значит, что у вас осквернена квартира. То есть место, где вы живете осквернено, там нет духовной силы, там никто не занимается духовной практикой. Если люди не работают над собой в квартире, то в этой квартире становится все тяжелее и тяжелее жить. Наступает такой момент, что там жить вообще невыносимо становится. Все начинают выкигавкать. И что нужно делать? Нужно просто спокойно обращать всех близких и начать самому молиться и желать всем счастья в этой квартире. Через несколько дней атмосфера начнет очищаться в квартире, и вы увидите, что все успокаиваются. И это проверял даже не только на своей жизни, но также на жизни соседей. У меня была ситуация в Тольятти, когда я жил, что соседи очень сильно гавкали друг на друга, а стены были очень тонкими, и было слышно каждое слово. В результате я тихонько включил духовную музыку. Днем и ночью она играла. Как только я это сделал, прошло 2-3 дня, они перестали гавкать. А потом мы поехали отдыхать, и, естественно, духовную музыку включать не было было некому. Когда мы приехали, они опять гавкали. Потом я включил духовную музыку, прошло 3 дня, они перестали гавкать. То есть духовная энергия влияет даже на соседей, не только на свою семью. Поэтому нет проблем, надо просто очищать квартиру от плохой энергии, и люди успокоятся все в квартире. Если в семье заработанные деньги, то кто ими должен вести учет? Если женщина уважает мужа и считает, что он заработал деньги, это его деньги, она считает, то она может их вести в учет. Если она считает, что он козел мало приносит, и этого все равно мало то, что он приносит, поэтому она должна взять деньги и распоряжаться ими, когда она не получит этих денег. Поэтому, если женщина достойна, то она будет в учет вести денег в квартире дома. Но для этого надо стать достойной женщиной, чтобы муж с теплым сердцем эти деньги передал, тебе вести их в учет. А если он не передал тебе с добрым сердцем, значит, ты его не уважаешь и не достойна этих денег. В этом заключается ответ. Вот и сдумайте, кто должен учить. 14 лет в разводе. Сейчас понимаю, что не прошла свой урок. Здорово. Бывший муж пьет, но хотел бы вернуть меня. Отлично. Я готова дать быт и уют, но не постели. Отлично. Мужчины. Как пройти этот урок? То есть признать муж мужчину. Только с ним или нет? Первое, что надо понять. Если вы остались до сих пор одни, если муж хочет вернуть семью, это значит, что надо научиться быть настоящей женщиной и постепенно сближаться с ним. Но поставить условие, что если ты начинаешь вести себя плохо, мы временно разъезжаемся, а потом, когда ты начинаешь вести себя хорошо, мы опять съезжаемся. При этом никакой постельной жизни не должно быть. Надо просто строить отношения. То есть вы приближаете к нему, начинаете заботиться о нем, он дает слово, что он не пьет, срывается, вы уезжаете от него. Потом опять он дает слово, вы опять приезжаете, и чем больше он будет о нем заботиться, тем больше он будет хотеть семьи, тем больше он будет бороться за свою жизнь. И в конце концов, вы сделаете так, что он совсем хочет быть. Но если вы приедете к нему, он будет пить, а вы будете терпеть и ничего не предпринимать, то вы таким образом опять повторите ту ошибку, которая уже была. Надо воспитывать мужа. Воспитывать можно любовью и отстранением. Любовью и отстранением. Любовью и отстранением. И таким образом вы будете делать его все сильнее, 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 сильнее. Как сделать так, чтобы мужчина полюбил? Вот вы встречаетесь с парнем, как сделать так, чтобы он сильно полюбил? Надо очень любить Его сильно, заботиться о Нем и отстраняться. Не подпускать к себе. Заботиться и отстраняться. Заботиться и отклоняться. И Он будет нагреваться все больше и больше и больше. И наступит такой момент, что Он рухнет перед Вами на колени. Ба-бах! И будет говорить, милая моя, солнышко весное, и в какие-то, ребята, встречусь я с Тобой. Значит, пора уже, готов жениться. Но если еще не говорит, что хочет жениться, значит, она дальше нагревает. Относиться нежно и отстраняться. Нежно и отстраняться. И так женщина всегда в своей жизни должна поступать. Что с мужем, что с парнем имеет значение. Она должна быть сильна в этом. Что делать, если людей раздражает духовная музыка? Надо включить ее погромче, чтобы у них крыша слышала. Если людей раздражает духовная музыка, надо делать ее тише, 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 пока она не перестает раздражать. Духовная музыка и в Африке духовная музыка. Если вы ее включите совсем тихо, и вы будете слышать только сам, а все остальные не будут слышать, она все равно на них будет воздействовать. А потом, если сделаете погромче, они не заметят этого. Потом еще погромче, опять не заметят. Надо сначала их включить так тихо, чтобы она ее не раздражала. А потом увеличивать громкость. И они будут счастливы, что играет эта музыка. Потому что к ней надо привыкнуть. Духовная музыка очищает сердце. Она вспыхивает совесть. Когда совесть выходит наружу, человеку становится больно. Поэтому выключи это. Он не может человеку это купить. Так же духовные фитмы действуют. И просто духовный человек так действует. Некоторые люди не могут терпеть. Они хотят сбежать от такого общения. А потом привыкают, наоборот, радуются. Как очистить пищу и как ее употреблять? Чем меньше мяса и рыбы будет в вашей пище, тем больше она будет чистой. Потому что пища должна быть влечена убийством. Если вы не можете так питаться, ничего страшного. Постепенно сможете. Если вы молитесь и готовите пищу, она таким образом становится освященной. И употреблять ее надо с почтением, с уважением. Надо знать, когда кушать хорошо и когда плохо. Это тоже почтение пищи. Остальное все правила есть в каждой духовной традиции. Надо просто изучить и все. Можно ли любить жену так же, как любишь Бога? Можно ли ее любить и почитать, как богиня? Жену нужно стремиться любить так же, как бога. Но жену невозможно любить так же, как бога. Потому что Бог — это солнце, а мы искаки. И у Бога любви в миллиарды раз больше. Поэтому его любить придется больше все равно. Потому что у него больше любви. Жена, она наполняется энергией Бога, и поэтому она наполняется энергией любви. Поэтому женщина обладает энергией любви, что она и наполнена от Бога. Поэтому женщина может быть только отражением Бога. Но мужчина должен стремиться жену любить как Бога и почитать ее как богиня. Потому что она проявление Бога. Она несет в себе божественное начало. Поэтому надо так к этому стремиться, и тогда семья будет счастливой. Но никто не может заменить Бога. Муж читает по утрам молитвы. Вы благословлены. Слушает лекции, пытается проводить на духовной теме с женой. А, это муж пишет, да? Она включает телевизор и говорит, что это бред. Лучше побудь с ребенком и займись квартирой, а не этой ерундой. Правильно говорит. Потому что если муж молится постоянно, думает о Боге, и при этом ребенок будет бестонотный, пободранный весь, то значит, что он занимается ерундой. Это стопроцентный факт. Потому что настоящие мысли о Боге означают для него заняться квартирой и ребенком. И таким образом перед Богом он выполнит свой долг. И Бог к нему в результате будет ближе. А если он в облаках там летает, там что-то делает, там, тарам-пам-пам, и квартира вся в разрухе, вот он занимается Богом. Это бред, полный бред, так думать. Богу такой человек не нужен. Сначала выполнить свои обязанности, а потом перед Богом вставать. Потому что если ты никому не помогаешь в жизни, думаешь только о себе, то Бог о тебе думать не будет в этом случае. Он будет думать о тебе, если ты делаешь людей близких к себе своих, счастливыми. Тогда Бог о тебе тоже задумается. Не надо думать, что Бог такой дурачок. Что он будет, ты ему молишься, там, ничего не делаешь, так, несмотря на то, что он будет тебя любить за это. Не надо так думать. А муж в это время успешен в работе и в свободное время тратит на изучение древних знаний. Как ее привлечь к этому? Женщину можно к чему-то привлечь, только любовью. Если ты выполняешь свой семейный долг, пусть хоть ты 10 раз работаешь, но если ты не выполняешь свой семейный долг, твоя работа бессмысленна. Потому что твоя семья все равно тебя в этом случае загрызет, и ты не лишишься и духовной силы, и возможности работать, и всего. Мужчина должен выполнять свой семейный долг. Означает, уделять внимание жене. Для этого не надо слишком много времени. Для того, чтобы жена была счастлива, достаточно полчаса в день всего уделять ей. Она будет безмерно счастлива от этого. Уделять жене время означает не то, чтобы ты смотришь на жену и одним глазом на футбол. Уделять жене полчаса в день время означает, что не должно ничего вокруг быть только ты и я. Я и ты, солнце и цветы. То есть надо жене время уделять полчаса в день, а не наполовину телевизору, наполовину шахматам или еще чего-нибудь. Вот если мужчина будет решительно полчаса в день своей жене уделить время и будет заботиться, общаться с ней в это время, заботиться о детях и так далее, то жена будет очень счастлива. Женщине гораздо больше нужно времени уделять семье. Но мужчине достаточно полчаса, и жена будет безмерно счастлива. Женщина, вы согласны с этим или нет? Или больше надо? Больше? Кто сказал больше? Возьмите руку. А кто сказал больше? А ваш мужчина полчаса вам уделяет внимание? Лично вам? Уделяет или нет? Так вот, если ваш мужчина полноценно будет вам уделять внимание, вы будете очень счастливы. Я вам точно не знаю, сколько это за. А себе сколько ему уделяет тогда внимания? Запомните, если вы будете хотеть слишком много, он потеряет себя. Если мужчина не работает над собой, если он только бегает и прыгает за женой, за ребенком, он потеряет себя просто. Имейте это в виду. Не желайте слишком многого от жизни, иначе все потеряете. Мне предупредили, что уже пора заканчивать лекцию. Поэтому, к сожалению, я на все вопросы ответил. Лучше мы должны с вами закончить. Желать всем счастья. Все ли прямо? Вы вчера почувствовали? В том же духе повторяем. Внимательно, спокойно, никуда не бежим. Звук должен уйти из других и должен наполняться верой. Надо учиться этот звук почувствовать и понять. Потому что этот звук будет основой вашей жизни потом. Вы сможете им благословлять, сможете им наказывать, сможете им строить свою судьбу. Звук – основа жизни человека. Звук – это самая большая сила в этом мире. Только разум. Разум только со звуком контактирует. Только звук может поменять разум и настроить его правильно. Только звук может выбрать высшую цель жизни человека. Только звук может контактировать человека с Богом, со святым человеком. Только звук может дать контакт между мужем и женой. Поэтому учитесь произносить звук так, чтобы он был сильным. И мы сейчас этим будем заниматься. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастью. 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 Я желаю всем счастью.